здравствуйте друзья на кемпинге мы на кемпинге не буду никого смущать что это где мы чего мы тут на кемпинге ровно год назад вот на этом самом реально вот на этом самом месте стали наши друзья вот с этим самым ну я утрируем раза два уже заменили эту машину за то что она все время ломалась вот ну в смысле передвижной домишка то вот так что вот на этом месте мы с ними стояли и собственно давайте еще раз покажу я понимаю что время идет многие не смотрели а кто смотрел может не помнят в общем вот тут мы они обосновались из нового друзья тут палаточки несколько они там целые бригады вот это вот маленькая палаточка которая вы видите это можно сказать такой разборный сортир к этому сортиру есть еще такое место где непосредственно справляется нужда потом все это так утилизирует очень грамотно вот но в данном случае используется просто даже не знаю для чего поскольку сортир тут рядом есть а открой ну да а сортиру вас есть так настоящий вот если допустим прикажут вот скажем по сортирам у вас найдется вообще так давай чё там так в чем смысл подойдет тумбочка стульчик почистить жизнь правда ли говорят что есть такая жену двухместная но не то что вот она двухместная где сидят двое рядом а это двухместная в чем состоит двухместность душевое отдельно так поле туалетная и душевая то есть как бы такой совмещенный или наоборот с раздельный санузел такой умыться и ну и оправиться такая большая палатка тут можно отделение положить этих отдыхающих то да да так так хорошо значит идем дальше тут народ ведь как скамеечка вот там две скамеечки и столик это все казенное а вот скатерка естественно своя а вот вокруг скатерки маска чатер такой он очень легко собирается и разбирается его тыр-пыр бах и он уже вот становится ну как бы собранным у как вот это движение раз они все 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 каждая сторона вот так вот собирается он собирается я понял из разных с разных сторон нажать потом бах и сложилось да и потом это в трубу в такую длину собирается он видишь за этот ой да и на макушке там тоже труба такая рукоятка потом поставил вот так вот раз каждую сторону полторы минуты и он собран но в данном случае ведь нет ни мух ни комаров вот вроде или как мы зачем мы зачем мы его на других кемпах где полно этого барахла летает и это защищало а мы друзья с вами у океана где ни мух ни комаров погода вообще великолепная да я даже не сколько сейчас градусов не жарко не жарко ветерок ну и не холодно были на пляже вы очень классно такой морской да пошли пошли смотреть на пляж местечко это друзья называется new brighton beach вот не тот brighton beach который мы все знаем в нью-йорке а новый вот наш можно сказать местный когда мы приехали в калифорнию вот это место где мы сейчас находимся не было сплошным кемпингом а было открыто для граждан и это было излюбленное место отдыха наших земляков соотечественников вот в этих местах а сейчас они перекрыли для отдыхающих вот только если кемпинг а вот тот пляж что внизу там вот правее немножко там паркинг и вход его куда можно можно запарковаться внизу и оттуда прямо пойти на пляж это все можно такая картина так что-то нам борис показывает что что это ну музыки ой ё-моё а и для меня неожиданность друзья генерал а генерал на бензине да и много может нагенерить да а мост не будет сто это это что а это большая техническая часть ой 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 да да 120 будет или что это 120 будет да а чем лишь на 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 они так не на мы водопад конistes будем подключать шумные генераторы т.к. видим на так это воспал Moi не уже Senin этим прибором. В принципе, мне генератор не нужен. Да, да. Смотри. Он просто накачал. А вот здесь можно, как ты хочешь, от чего ты запитался там у тебя. А вот от этой батареи. Это батарея. В чем батарея? Тоже 97. Окей. Но она здесь, ее можно и питать, электричество такое, можно было от истекуивателя. Так, я понял, по-разному можно. Вот так, друзья. Я бы сказал, с исключительным цинизмом. Вот. Отдыхают. Еще раз. Здесь отдыхают. Как сильно-то хочется. Да. Да, неплохо, неплохо. И чистенько так у меня на полу. Смотри, что творится. Это похоже на иконостас. Вот пылесос. Так. А почему он там салфеточкой такой? Прям как, знаешь? Это чтобы ярко не светила лампа. Чтобы ярко... Это лампа? Да. Керосиновая? Почти. Так. Сейчас включу. Давай. Друзья, вспоминается старая советских времен фраза. Красиво жить не запретишь. Да. А тут крестница, но так немножко уже... Ага. С вешалочками. Культурно, друзья. Культурно. А ночью не душно? Холодно. Холодно? Да. Но дышится нормально? Да, дышится. Вот замечательно. Тут же вот, постой-ка. Это сверху, что оно насквозь. Да, это крыша, cover. Да. А это просто сетка. И оно, в принципе, оно жопельно. Весь воздух попадает. Вот так вот дышит палатка. Это что, отечественная или импортная вещь? Это китайская. Китайская. Значит, импортная. Отечественная. Да, друзья, я хотел вам показать пиво. Пиво. Вот называется, как вы видите, хогардн. Бельгийское. Бельгийское пивко. Значит, цвет. Я хочу, чтобы вы видели цвет. Вот сейчас немножко так вам... Оно очень вкусное, действительно. Можно сказать, мутненькое. Будем. Так, давай. Так, разливаем, разливаем. Мутненького, мутненького. Только больше? Ну, ну, ну. Похоже на чайный гриб по цвету. Сейчас будет. Одна пена. Нет. Сейчас будет. Пены много, да. А где ты такой взял, Борь? В магазине, нет? Ну, в магазине. В магазине. Надо места знать. А beverage? Да. Вот это пиво мне понравилось. Хотя... Легко запомни. Освежай. И все равно забудешь, Саша, что самое смешное. Запомнить легко. Но все равно забудешь. Света, выключите, я тебе скажу. А какой чубчик? Какой чубчик? Это как у Трампа. Чубчик на камере. Чубчик. Хорошо. 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 Добавляем. Добавляем мутненького. Добавляем бельгийскенького. Как санисель Кена. Да. Надо было приехать из Москвы в Калифорнию, чтобы выпить бельгийского. Вот скажите мне. Ну я думаю, что там оно тоже есть такое. Да, но в Калифорнии лучше пьется. Особенно на природе. Особенно на природе. Особенно на природе, да. Вот, друзья, вы видите, там кипит что-то в кастрюльке. И совершенно очевидно, что то, от чего это кипит, называется плиткой. Это плитка. Яички кипят, яички. А это яйца, крутые яйца там? Да. Вот. Это плитка. Она там на газу, знаете, такой баллон с газом. А тут еще один баллон с газом, видите, тут тоже. И вот этот предмет вовсе даже не плитка. Это барбекюшница. Барбекюшница, она же, можно назвать ее грилем? Ну, да. Можно. Можете барбекюшницу назвать, можете грилем. Вот. А в чем смысл-то? Газ, там действительно газ горит снизу? Да. Ну, вот баллончик маленький, который я заправляю от этого большого. У меня есть такой переходничок. Так. Я одеваю на большой и соединяю с этим маленьким. Понял. И на долго хватает маленького? Ну, на два барбекю поджарить хватает. Вон, мы вчера жарили кукурузу очень долго. Так. Хотел? Хорошо. А во время жарки крышечку можно закрыть тоже, да? Или это только для транспортировки? И только для транспортировки. Она собирается в транспортное положение вот таким образом. И все. А крышка эта, она постоянно открытая. Да. Вот и все. И вот для нее чехольчик. Культурненько. Вот для нее чехольчик. Пойдется вот сюда. И все. А сколько стоит заправить вот такой большой баллон газу? Вот этот здоровенный. Ну, с этими большими газами смотря где заправлять. Ну, в принципе, стоит 3,50 галлон. Галлон? Да. В такой баллон 5 галлонов влезает. Угу. Угу. Он сжиженный. В такой баллон влезает 5 галлонов. 20 литров, грубо, почти. Да. Да. Чего себе. Вот. Ведро. Да. Где-то я верю, что она на 3,50. Но они начинают в некоторых местах, сколько ты берешь. Если ты больше берешь, она меньше берешь, она выше. Я понял. То есть, 3,50 на 5 галлонов. Да. 17 долларов. Я туда добавляла овощи. Понятно. Да. В принципе, их можно поменять. Там где-то, по-моему, 25 долларов берут за замену. Ты старой отдаешь. А, вместе с баллоном. Угу. Чтобы не... Лампа-то на чем? Тоже на газу, да. А? Да. Газовая? Да. В принципе, сюда можно было этот. У меня есть всякие такие устройства. Сюда этот можно было присоединить. от большого баллона. Угу. Но как-то мне эти маленькие удобнее. Но они безопасные, там не взрываются, ничего. Угу. По идее, они как одноразовые, но я говорю, их можно заряжать. Угу. То есть одноразовые, в том смысле, что отдал, взял другой. Рукомойник заснул? Пойдем смотреть. Рукомойник. Это, друзья, рукомойник. Вот поп он поставил. Так. И мой руки на здоровье. Да, вот мыло. Ну, плотинечко. Да. Я бы сказал, что такая почти дачная обстановка. Ну, скажем так, неблагоустроенная дачная. Такая. Хорошо. Хорошо. То есть все, все для людей. А это, друзья, самая собственная, кстати, урна. Там мешочек, там внутри мешочек, потом мешочек выкидывается. Но вот это не общественная урна, а у людей своя. Вы видите, как Света чистит кукурузку. Да, Света? Да. Ты еще с киевских времен умеешь? Нет. Просто здесь она в магазинах продается. Я причем ее купить всегда в магазин. Я желтый специально ехал. Да, мы из магазина с ботвой не тащим. А, ну там в полях покупаешь. Света, ты так это чистишь, что куски летят, мне могут в объектив попасть. Извините, тут ветер. Так. Окей. Так. Какова судьба этой кукурузы? Видимо, ее съедят сегодня. Ну, я имею ввиду... А меня научили, знаешь, как выбирать кукурузу? Так. Да расскажи, Света, как выбирать кукурузу. В магазине. Я смотрю, что этот вот дядечка, который там работает в магазине, все время это хороший. Я говорю, а как ты знаешь, какая хорошая? Да. Он говорит, надо смотреть, где здесь такая кукуруза толстая. На попку. Да, чтобы толстая. Руку убери, покажи попку. Так. Ты кукурузная. Попка вся такая, попка, что... Ну, давай. Давай. Взяла за две. За лохматые места. И тащим в разные стороны. Очень интеллигентно выражаюсь. Да, я интеллигентно выражаюсь. Да, я интеллигентно выражаюсь. Хорошая кукуруза. Я все-таки в военном гарнизоне вырос. Там все культурно. Так. А я помню нашу молодость. Когда мы возвращались из Краснодарского края. Когда мы с тобой там были. Да, да. В Доль шоссе. В Доль шоссе там были кукурузные поля. А-а-а. И мы по дороге домой решили выйти с автобуса. Это опасно. И почему? И взять с собой мешок кукурузы в этом поле. Да какой мешок, что ты там? Там была кукуруза и ее нужно было варить 6 часов. Послушай, там кукуруза была кормовая. Кормовая? Но, я хочу что сказать. Когда ты ходишь в заросли кукурузы, которые вышли с твоего роста. Там комары видимо-невидимо. Комары страшные были. Там нас так покусали вообще. Не то слово. Это за кормовую? Нам нужна такая? Не нужна, да? Это была не вся кукуруза. Ты скажи, Боря, где ты взял кукурузу. Скажи, где ты взял ее ровно. Он ограбил. За что на поле? У нас подается в полях. Спрятался в поле. Нервался кукурузу. Он живет немножко на Отшибе, Кремниевой долины. И там много полей. В полях, под снегом и луной. Помнишь? Помнишь? Помнишь ту песню гадского? В полях, под снегом и луной. Попробуй. Не помню. Пощупай. Пощупай. Это не горч. Это свекольник. Свекольник. А Оля его называют холодник. Он такие холодненькие. Он такие холодненькие. Кто делал? Оля. Нынче Оля делала. Так. Понял. Белорусские рецепты. Оля у нас из Минска. Я тоже примерно так же его делала, только без рассола. Значит, только у вас не бошь, а свекольник. Она сюда доливает рассол из помидоров. Я не помню. Помидор маринованный, что ли? Она сама растит помидоры, сама же их маринует. Точно. Она растит. Для нас специально Миша оставили на пробу. Да. Она сама растит помидоры. Вчера они хотели съесть, но не съели. Так. Друзья, я чувствую, что вам... Ее помидоры были? Нет, свои. А у нее, да. А я сам делаю. Да. А ты тоже их растишь? Чего-чего. Я думаю, вам нравится мукурузия. А? Нет. Не нужна? Не нужна. Да. Друзья, я знаю, что кукурузу многие любят. А там есть ничего? Это наш американский продукт. Да. Ведь кукурузу из Америки привезли. Колумб кто там привез? Да. Так, а как тут открыть ручку? Хрущев. Хрущев, да. А как тут открыть ручку? Сейчас, сейчас, сейчас. Во-первых, кто-то моего поставил вниз. Так. Оно падает. Ой, так еще и тёпловато? Вау. Кукурузку, кукурузку. Давай, давай. Абана. Ты применяешь физическую силу. То есть, ты ее не лаской, а ты ее и не силой убеждения. Она сама не раздевается, ласка. Да. Но ты даже не силой убеждения. Ты ее, можно фактически, можно сказать, грубой физической силой. Царицу тополей. А так я тёплую налью. Царицу тополей. Такая раковина для мытья посуды. Да. Здесь полежала? Да. Когда Боря про Хрущева пошутил, Хрущев думал, как мясом народ накормить. И ему там посоветовали, говорят, если будет много кормов, то и мясо будет. А то жать же нечего коровам. Вот. И начали сажать кукурузу. Проблема была в том, что кукурузу сажали директивно, по-партийному. И, соответственно, во-первых, никто не умел сажать кукурузу, у них навыков не было. Во-вторых, они перестали сажать все остальное. А на этом месте сажали кукурузу. И получился в стране голод. Не росла. А? А там, где они сажали, не росла кукуруза. Не росла. Что-то она такая американская зараза. Кончилось с тем, что вот начали завозить пшеницу первый раз. За многие... Ничего себе хингал. Так, значит, начали завозить из-за границы пшеницу. И я помню, как мальчиком лет семи ходил с мамой в ЖЭК, в жилищную контору. И там по прописке выдавали по два килограмма муки на каждый праздник. На члена семьи. Вот нас было 4 члена семьи, нам выдавали 8 килограмм муки. И сказать, что она кому-то нужна была у нас в семье, я как-то сомневаюсь. Но они пекли там немножко, ну так чуть-чуть. Вот так вот, вот так Хрущев, Боря, вот так Хрущев довел страну до ручки и потерял должность. Вот из-за этой самой кукурузы, которая у них там почему-то не росла. Почем ты в поле покупал кукурузу? 6 штук 2 доллара. 6 штук 2 доллара. И прямо у поля, да так оно? Да. То есть они не транспортировали ее? У них там заводик какой-то перерабатывающий, они сразу масло делают. Масло? Да. Кукурузное масло делают? Ну там, наверное, жмыху много. Ну я не знаю, я туда не заводик я несу. Ну да. Значит, 6 на 2 доллара. То есть 3 на 1, может быть так? Они по 6 продают. Они продают ящик. Ага. Ящик стоит 15 долларов. Я просто смотрю. В общем, друзья, будете ехать мимо? Да, полей. Мимо полей. Значит, заезжайте, там есть кукурузка. Друзья, вы видите, борщик уже разливается, яичко. Оленька, скажи нам, пожалуйста, про сметану. Как вообще вот советскому бывшему человеку или там нынешнему украинцу, белорусу, российско-федеративному вот этому человеку, как ему со сметанкой в Америке? Сметанка здесь очень хорошая. Есть мексиканская, есть органик, есть неорганик. То есть нормально. То есть без сметанки не останешься? Никак. Никак. То есть не хуже, чем вот была при коммунистах. Ты знаешь, как при коммунистах была сметанка? Да. Я помню. У нас был такой магазин, такой провинциальный в городе Борисове. Да. И прямо ходила такая притча. Они когда сметану получали в бидонах на развес, она была очень такая густая. И они наливали молоко, разводили и продавали. Слушай, приличные люди могли бы водой разбавить. Ну, кто как. Да, да. Так вот это самое. Говорят, одна продавщица, другой оставляет записку. Маша, ты больше воду или молоко, сметану не лей. Я уже разбавила. Да. Ну, то есть по технологии. По технологии, да. Вы, может быть, видите, но там такой тоненький голубой огонёчек, но, может быть, вы слышите его. Покажи весь девайс. Что это? Ой. Это спирт какой-нибудь? Или бензин? Это газ. А, это газ. И вот он, а что будем запалять? Ну, это не прикуриватель. Нет, это можно паять, это можно там что-то из... Паять, да. Это серьёзная вещь. Да, это вот так вот вот. Если тебе надо что-то, видишь. Ну, подождите, с какой целью? Для пайки, если что-то. А, я думаю, костёр сжигать бы. Нет. Уля, скажи, наоборот, ты делала амброзию вот эту? Да. Амброзию. Которую народ называет свекольником. Я знаю, что я тебя люблю. Как? Как ты его делала? А ты знаешь, что я тебя люблю. Купила справа всё. Пучок свеклы. Так. Органическая свекла? Да. Вместе с ботвой. Так. Порезала ботву. Ну, помыла. Помыла. Порезала ботву. Так. Сварила свеклу там же. Потёрла потом, когда она сварилась на тёрке. Всё туда. Выжила лимончика. Большого? Маленького? Большой лимон. Ты знаешь, кислый. Так. А как же получается? Ты же всё-таки из Белоруссии там. А это никакого у тебя тут этого... Картошки нету. Картошка варится отдельно. Так. Подается. Так же у меня бабушка. А кто-то очень хочет в суп попробовать. А кто-то очень хочет в суп попробовать. Теперь. Кто? Маленький. Маленький. Такой вопрос. А кто-то не кладут мясо, например? Можно холодный мясо? Он не будет, наверное, кислый. Нет, нет, нет. Ты можешь сварить его, потом положить уже в готовый суп. Миша, в готовый суп делает салат оливье и закидывается только без майонеза. Вот тебе бабушка даст. Еще раз повтори про салат оливье. Делается салат оливье, только без майонеза запиливается. Может быть это яичко? И получается свекольник. Да, вы видите банку, которую называют рассолом, но вы видите там помидорчики. Это маринад, да, или что? Ну да, маринад, рассол. Нет, это какие-то маринованные или соленые? Маринованные. Маринованные. Значит, это недостающий компонент того самого рассольничка. Не рассольничка, извиняюсь. А можно свекольничка? Сейчас я могу. Свекольничка. Свекольничка. Оль, подожди. Оля рассказывала о том, как делать свекольничек. Не сказала, что она туда добавляет рассольчику. Это правильно? Да. Добавляла рассольничку? Добавляла. Так, на. Помидорчики, друзья, которые вы видите, не просто так из банки вышли. Они вышли с участка высадебного Олиного. Оля их сама растит. Шашлыки хотите? Да. Да. И сама маринад. Хорошо. Уродятся так. Хорошо. Придешь, посмотрим. Вот. И, значит, потом это все идет в свекольник. Значит, вот, друзья, это помидорчики свеженькие. Так, погоди. У Ольги растет... Эдик, 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 Эдик и Эдик сюда. Эдик. Много кустов. Много кустов. Ты какой-то отдельный, один сорт высаживаешь или разные. Ну, это что хомды покуплю и ворчерд сплавить и... Эдик. Эдя, то есть ты не выпедалишься? Эдик. Эдик, сюда. Я это называю мысленно с вами. Пахнет, ребята. Я тут сижу. С настоящими помидорами пахнет. Да не то слово. А вкус какой? Сейчас. Я думаю, Оля, мы есть только комплиментов. Она, по идее, должна весь свой запас принести. А скуда у тебя ты кладешь это тоже свекольное? Это из рассола. Пальцы обыкновила. Так, так. Я удивилась. Только не над брюками так, чтобы так. Нет, оно не капнуло. Я на всякий случай. Идите сюда. У нас вот тут свекольный холодильник. Друзья, вот они, помидоры. Выдаем тарелки. Американские помидоры, которые растут у людей, занимающихся компьютерными технологиями. Оля у нас преподавала когда-то в Портном компьютерску. Где-нибудь в году в 1995-м. Правда? Да. Да, как приехала. Как приехала. Друзья, в одном месте у нас подъедают крапивник. Холодник. Холодник. Нет. Свекольник. Свекольник. А тут, значит, у нас земляки Ольги делают такой шашлык по-белорусски. Да? Нет, это не по-белорусски. Нет. С гранатами не бывает. С гранатами. Нет, нет, там другие гранаты. Если бы с белорусскими гранатами, это был бы совсем другой шашлык. Так. Значит, тут у нас кукуруза приобрела некоторый налет, так сказать, фольгой обмотана. Так, и мне показывают пальцем. Вон туда смотри, туда смотри. Это что, самодельные, что ли? Нет, это я покупаю, но надо знать определенный цвет. Тут такие люди. Покупные? Покупати. Да, тебе покупатам надо знать, какой фирмы покупать иначе. Ну, подожди, а какой фирмы надо? А я все покажу. Так. А на что ты их надел, я не понял? А ты знаешь... Это шампуры такие? Это мы купили в Коскар. Набор, который стоит 5 долларов. Я могу купить. 5 долларов за 5 штук. Я не знаю, может быть... Боря, 5 долларов за 5 штук? Не, за все, да. За 6 штук. За 6 штук 5 долларов. И чехол, вон. И чехол. И чехол, да. Ну, и оно работает, как шампуры. Так. Вот они. Вот они, за 5 долларов. Six Extendable Roasting Sticks. Они еще растягиваются. То есть, буквально, оно к месту, к месту, очень удобно. Переходим к разжиганию углей. Значит, вот это помпа, как помпа. По-русски, как помпу назвать? А помпу отсюда, Саша. Насосик такой. Насосик для надувания матрасов. Подключается к... Ой-ой-ой. Подключается вот к этому... К этой батареечке. И дальше они... Батареечки с инвентером. Это 110 вольт. И 12 вольт. И джампер. Да-да-да. И насос, на самом деле. Маласос хиленький. Так, видишь? И вперед. Просто воздух. Как он запаляет все. Просто воздух. И никто из нас с вами, умельцев раздувания костра, так сильно не задует. Скажу я вам. Уж на что я, турист СССР, неоднократный. Значит, и то, конечно, так не дуну. Так не дуну. Вот она. Я бы сказал так, с исключительным цинизмом американские кемпингисты значит, раздувают костер. Подожди, что-то выключаешь? Ну я выключил, а так, что я потерял. А тут же есть вот черное. Да, значит, пришел, видите, пришел черед потеребенькать угольки. Ну все, давай. Потеребенькали, потеребенькали. Так. И сейчас снова, снова. Вот она. Теперь луковица в руках нашего донецкого олигарха. Да? Значит... Днепропетровского. Днепропетровского. А сейчас теперь называется Днепр. Днепровского. Днепропетровского. Да, донецкого. Да, что-то я не то сказал. Днепропетровского. Значит, превращаются в эффективное средство дезинфицирования и вообще культурного такого преобразования культурного преобразования решетки вот появилась перчатка друзья вы видите появилась перчатка это безусловно способствует улучшению техники безопасности ну и наверное процессы так тем более вообще общественного пользования знаете неизвестно кто чем тут когда пользовал это все пахнет лучком неплохо друзья пахнет жареным лучком пахнет как шкварки прямо слушайте пахнет жареным лучком так а теперь еще и лопаткой это не лопатка там снизу щеточка сейчас вот щеточка до металлическая щёточка щёточка и уже по чистому по тёпленько вам жалко вот вам в камеру не чувствуется такое тепло идет этого всего